Краповый берет Краповый берет Краповый берет становилось все меньше. После полосы препятствий спецназовцы пошли на штурм здания. На отдых не давалось и минуты. Бойцы сразу отправились на стрельбище. От Крапового берета их отделяли последние два этапа. Акробатика и 12-минутный спарринг с инструкторами. До спарринга дошли самые выносливые бойцы. Будущим краповикам не делали скидку на усталость. Выдерживали далеко не все. Дальше. Откажи его. Хорошо. Хорошо. Ура, не. Хорошо. Пускай. Дальше будешь продолжать, нет? Буду. Командиры отмечают, без твердого характера получить берет невозможно, даже если боец в теории и на практике хорошо подготовлен. Смотрим, значит, на характер военнослужащего. Понятно, он может хорошо стрелять, хорошо драться, но из-за отсутствия характера он может просто сдаться в какой-то момент и не продолжать. Вот именно мы смотрим вот эти качества. Должен быть стержень. После финального испытания вручили краповые береты. Их получили лишь 11 бойцов из 41-го. Четверо из них – уроженцы Башкирии. Служу Россию и спецназу! Краповые береты – это высшая награда спецназа. Ну, конечно, не только высшая награда, но это больше. Это невозможно передать словами. Это нужно попробовать, это нужно пройти, понять вот этот вот вкус крови. Ощутить. Я его завоевал. Я его не взял, я его реально завоевал. Краповый берет – это высший символ мужества и профессионализма. И те, кто не смог получить его сегодня, смогут попробовать еще раз только весной. Глеб Безбородов, Никита Бычков, Сергей Ямаев, городской телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...